Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствует развлекательный канал Помидорка за решеткой. Меня зовут Бакшти, Дмитрий. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed. Так, давайте. Нам нужно отправляться в Арсум за Робером Д'Ассамбле. На сей раз никаких телепортаций, перемещений и перемоток. В Арсуме мы еще не были. Так что пешочком, пешочком. Минус. Извини, друг. Ой-ой-ой-ой. Кажется, я там панику поднял. Хух ты ж, ёптвою. Ладно. Побежали дальше. А далеко вообще бежать? Ой, да нет, совсем рядом уже выход. Вон ворота, кстати говоря, виднеется. А нет, это не, а нет, это просто обычная арка. Над улицей. У меня много разыщения, а даже слишком много. Не трогай меня, пожалуйста. Похоже, ты точно знаешь. Так, подожди. А смогу ли я здесь пройти? Давай-ка забирайся. Сейчас посмотрим свысока, где найти ворота. Ой. Пардон. А вот они ворота. И я опять чуть не подох. Но мне, по сути, нужно опять наверх. Ну окей. Тихонечко. Есть контакт. Должен прекратить это ребячество. Опля. На сей раз на белом скакуне погоним. Погнал, родной, погнал. Ворсум. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно поосторожней в другой раз. Можно. Но сейчас время не ждет. Сейчас нам надо спешить. Иначе планы д'ассамблея. Сбывутся. Итак, в королевство. Иди кто-то гонится за ним. Вы можете отвлекать врагов мертвыми телами. Воины оставят свой пост, чтобы посмотреть, в чем дело. И вы сможете помочь. Да, это мы уже заметили. Итак, Арсум. Давайте карту открываем. И куда нам нужно отправляться? А нужно нам отправляться в сторону Акры. Ну окей. Держаться левой стороны, в общем-то. Ладно. Не вопрос. Так. Людей-то сколько идут. Ох. Пошли вон. Мне и без вас хорошо. Ребята. А уйти-то они мне все-таки дали. И этот патруль не заметил. Ну, вообще все шикарно. Еще одна лошадь. Более темная. Так. Теперь налево. Да хрен вам. У вас, к сожалению, лошадочек-то и нету. Ох, и здесь целый отряд. Но! Пошла, родная. Давай не останавливаться. Карта. Карта. Карта нам нужна сейчас. А скакать нам дальше, прямо по вот этой дороге. Вверх. Скоро будем на месте, кстати говоря. Так, тихо. Это обычные люди. Крестьяне, рабочие и так далее. И это обычные люди. Так. А что это у нас тут такое? Через пост. Молоды. Не вопрос. Опля! Опля! И обычных людей, к сожалению, задел. Кресть! Ах вы гады! Эх вы гады, лошадка. Стой, 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 родная. Стой. Бля, хамуха. Стой, говорю. Ох ты ж, ё-моё. Убегай. Убегай, родной. Убегай. Ух, там патруль. Мать твою. Растолкал. Режим погони. Правильно бегу-то или нет? Так, тихо, подожди. Твою мать! Разворачиваемся. И на первом... И на первом развороте... Налево. На первом повороте. Возможно, растолкнуть. Спускайся вниз. Оп. Режим погони включён. Хух, я и не знал, что существует подобная тема. Так, они меня, кстати говоря, потеряли. Вот и роды. Тупые. Тупые. Настолько тупые. Так, тихо. Я так стебался. Понятно, в общем-то, мне вообще не надо было сюда, походу, суваться. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Бляха-муха, тут ещё один пост. Где мне лошадь найти? Этот пост вообще меня не заметил, как будто бы и не было. Вон она, лошадка. Опа, и флаг какой-то. Возьму. Погнали. Туда хоть на сей раз. Да, но на сей раз всё правильно. На сей раз всё чётко. Бляха-муха. Так, ну и здесь налево, кстати говоря. Опля. Вы не сможете меня догнать, друзья. Не сможете. Не в ваших силах это. Ну всё, мы в Арсуфе, по идее. Подъезжаем точнее. Всё. Короткий клинок позволяет отбиваться от нескольких врагов. У нас что, лошадь махнулась? По-моему, у меня тёмная лошадка была, нет? Хе-хе-хе. Весело. Так, что у нас тут в Арсуфе? Интересное кино. Лови. 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 Вот так вот. Отсюда что, вниз что ли? Ну, по идее, мне дальше, нет? Ага, дальше, но не на коне, типа. Хорошо. Стоять. Минус. А второй. Не получается. Атакуй. Атакуй же. А ну, руку убрал. И полетел с крыши. С башни. Ой, зря ты атаковал меня. Ты не можешь бегать вечно. Ой, зря. Четыре ножа, правда, осталось. Ах ты ж падла-то какая, а. Ох ты. А ведь я чуть не упал. Минус, короче говоря. И тебе минус. За смекалку. Так. Остался один мет... Остался, точнее. Постался. Остался один метательный нож. Что немножко удручает. Ух ты, во сколько здесь. Руку убрал. Руку, говорю, убрал. С вами Аллах, и со мной мастерство. Раз с вами Аллах, значит он уже ждет вас. Атакуй. И последний. Так, что за лазня, а. Надо было в начальника их не выкидать. Вот в этого, слева от меня, что сейчас стоит. Так, ну ладно, так тоже можно. Ух ты ж, е-мое. Армия короля Ричарда. Надо спешить. Битва у Арсуфа. Или при Арсуфе. Стрелы летят над головой. Просто жесть. Сколько их я должен убивать еще? Так, опа. Ой, их тут около двух десятков, наверное, было. Руку брал. И пошел от меня. Довольно-таки быстро я их режу, на самом деле. Очень быстро. Офицеры. Офицеры, главное, порезать. Ну атакуете теперь вы. А ну пошел отсюда. Хе-хе-хе. Просто жесть какая-то. Вы посмотрите, сколько тел. И все один человек. Руку. Ненавижу. Ах ты ж гад. Ну и закалите меня. Нет, смотрите. Мозгов не хватает. Тупые-тупые солдаты. Жесть. Давай-давай-давай-давай-давай. Дальше. С ними тоже мне драться придется? Видимо, нет. Вас везду. Уйди, мана. Эй, я тебя где-то видел. Ага. Уйди. Инфор. Уйди. Я не буду от меня. А теперь солдаты Ричарда, да? Ну ладно, кто из вас лучше? Посмотрим. Давай-давай. Оп. Наверняка много славных людей я сейчас убиваю. Что тогда, что сейчас. Что в случае с... С людьми Салахадина. Что в случае с людьми... Короля Ричарда. Многие из них... Просто подчиняются королю. Вот и все. И им вовсе не нужна эта война. Если не все. Это было красиво. А вот ты получай, друг. Ах ты ж, козлина. Руку убрал. Кто там умирает от смеха? Или ты хотел посмеяться? О, да. Он говорит ха-ха. Ну, в итоге смеюсь я. Итак, идем дальше. Кого мы встретим? Не приближайся. Подождите. Я принес слово, а не меч. Хочешь обсудить капитуляцию? Вот он, Ричард. Самое время. Вы не поняли. Меня послал Аль-Муалим, а не Салах-ад-Дин. Ассасин? Что это значит? Говори да поскорее. Среди вас предатель. И он нанял тебя, чтобы меня убить? Боюсь, что у тебя ничего не выйдет. Я пришел не за вами, а за ним. Тогда говори. Посмотрим, правда ли это. Кто он? Разговор с Ричардом. Вот тут у меня перехватило дыхание. И меня подпустили спокойно к королю Ричарду. Робер де Сабле. Мой лейтенант? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он предаст вас. А он говорит иначе. Он хочет отомстить вашему братству за то, что вы устроили в Акре. И я его поддерживаю. Немало из моих лучших людей пал от ваших рук. Это я убил их. На то были причины. Выслушайте меня. Вильям Монферрат. С помощью своей армии он собирался захватить Акру. Гарньеды на плюс. Он сумел бы внушить что угодно всем, кто не подчинится. Сибрант. Он планировал установить блокаду на море, чтобы вы не смогли прислать помощь. Они предали вас. Приказы отдавал Робер. Ты ожидаешь, что я этому поверю? Вы знали этих людей лучше меня. Вас правда так удивило знание об их грязных намерениях? Это правда? Повелитель, перед вами ассасин. Эти твари известны своим коварством. Конечно, это неправда. Мне нет причины лгать. О, есть. Ты боишься за свою драгоценную крепость? Ей не устоять против объединенной мощи сарацинов и крестоносцев. Я сражаюсь за жителей Святой Земли. Если мне придется отдать жизнь ради мира, да будет так. Складывается странная ситуация. Даже действительно. Нашли из вас обвиняют друг друга. А посмотрите, как красиво на фоне. На это нет времени. Я должен ехать к Саладину и заручиться его поддержкой. Чем позже, тем сложнее ее будет добиться. Подожди минуту, Робер. Зачем? Чего вы хотите? Вы же не верите ему. Это важное решение. Я не могу принять его сам. Пусть его примет некто более мудрый. Спасибо вам. Нет, Робер, не ты. Хе-хе. Кто? Всевышний. Пусть все решит поединок. Несомненно, Бог будет с тем, чье дело праведное. Если вы этого желаете. Желаю. Да будет так. К оружию, ассасин. Бой с Робером Д'Ассамбле. Какого хрена бой со всеми-то, ё-моё? Я должен был драться только с Д'Ассамбле. Руку убери. Ричард сейчас, наверное, красной краской покроется от стыда за своих солдат. И лейтенанта. А ведь, пока я шел сюда, я тоже убил человек 20. Если не больше. На. Отказел. Руку, говорю, убери. Уж ты. С двух сторон-то. Твою мать. И меня убили, кстати говоря. Трындец, ё-моё. Первый раз, когда проходил, я, по-моему, выиграл. Сразу. Ну, это же легко их убить, ну, ё-моё. Ну, атакуйте меня. Ладно, я сам буду атаковать. Так, минус ещё один. Потихонечку нужно слабеньких вынести. Будь то с помощью... Ах, ты козлина. Говорю, нужно слабеньких вынести. Я атакую самого д'Ассамбляра. Да ё-моё, задолбали, вы меня в пах бить. Оп. Минус ещё один. Не ожидал. Контратака на контратаку. Остались двое. Да ё-птвоё, д'Ассамбле. Да ё-птвоё, д'Ассамбле. Козла дует. Всё, убил всех. А, вот он д'Ассамбле. Я что, уничтожил всю его стражу? И промазал, ну... Герой, ё-моё. С погорелого театра. А, нельзя добивать? Окей. Ну, атакуй, иди сюда. Ножей у меня нету. И он застрял. Ну что? Что происходит? Вы можете отвлекать врагов мёртвыми телами. Какого хрена? Какого хрена произошло? Так, это какой-то лак сейчас был. Ладно. Заново так, заново. Мне почти понравилось рубить этих весельчаков. Руку убери. Качан. А, так. Увернулся и наткнулся при этом на мой меч. Опа! Как мне нравится, когда они не уворачиваются от моих ударов. После этого я могу сам нанести смертоносный выпад. О, они меня захолебали, эти кочаны. Вот ещё один захотел схватиться за грудаст. Последние два, и на сей раз битва, конечно, полегче. Ну, давай. Руку убрал. И над этим все поржали сейчас. Давай, только теперь не будем застревать в текстурах, чтобы опять я заново не начинал. Оп! А, может, его скинуть нужно? Ну, я попробую. Ах ты, козёл, больно же. Ах ты, козёл, больно же. Атакуй. Де самбле. Может быть, ещё хочешь? Полетел. Нет, не получилось. И сейчас не вышло. Всё-таки получилось. Де самбле. Ты ничего во всём этом не понимаешь. Ты лишь марионетка. Пепе из Реал Мадрида. Он не следал тебя. Как и меня. Говори яснее, тамплиер. Либо молчи. Он послал тебя убить девятерых, так? Тех, кто хранили тайну сокровища. И что с того? Ну, его нашли не девять человек, ассасин. Не девять, а десять. Кто десятый? Каждый, кто знает тайну, должен умереть. Скажи мне его имя. О, ты его хорошо знаешь. И я сомневаюсь, что ты заберёшь его жизнь с тем же рвением, что и мою. Кто? Это твой хозяин. Аль Муалим. Но как? Это я помню. Ты никогда не задумывался, откуда он столько знает? Где нас найти? Сколько нас? Чего мы стремимся достичь? Он повелитель ассасинов. Да. Главный лжец. Мы с тобой лишь пара пешек в большой игре. И теперь, с моей смертью, остался ты один. Думаешь, он даст тебе жить, зная, что ты делаешь? Сокровища меня не интересуют. А, а его да. Твой хозяин и я отличаемся лишь тем, что он делиться не хочет. Нет. Ирония судьбы. Я, твой злейший враг, не желал твоей смерти. Но ты забрал мою жизнь. И этим положил конец своей собственной. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем. Я просто лучше сражался. А, ты можешь не верить в него, но похоже, он верит в тебя. Пока ты здесь, один вопрос. Я слушаю. Зачем? Проделывать такой путь? Так рисковать жизнью? Ради смерти одного человека? Он угрожал моим братьям и нашему делу. А, значит, месть. Нет, не месть. Справедливость. Чтобы наступил мир. Значит, вот за что ты дрался. За мир. Ты не видишь здесь противоречия? Некоторых людей нельзя врезонить. Как этого безумца Саладина. Я думаю, он хотел бы положить войне конец, как и вы. Да, я слышал. Но я вижу обратное. Пусть он сам так не говорит, но люди этого хотят. И сарацины, и крестоносцы. Люди не знают, чего хотят. Потому они обращаются к таким, как мы. Тогда такие, как вы, должны действовать правильно. Чушь. Когда мы рождаемся, мы пинаемся и кричим. Мы жестокие и изменчивые. Мы такие, и ничего с этим нельзя поделать. Нет. Мы такие, какими хотим быть. А вы всегда играете словами. Я говорю правду. Никаких хитростей. Посмотрим. Но, боюсь, сегодня мира нам не видать. Даже сейчас проклятые войска Саладина убивают моих людей. И я должен быть с ними. Но, может, поняв, насколько он уязвим, он обдумает свои действия. Да. Может, потом-то, чего ты хочешь, станет возможным. Вы были не менее уязвимы, чем он. Не забывайте этого. Люди, которых вы оставили править вместо вас, служили вам не дома. Да, да. Я это прекрасно знаю. Тогда я удаляюсь. Мне есть, что обсудить с моим господином. Похоже, он тоже не без греха. Он всего лишь человек. Как и мы. Как и ты. Да пребудет с вами мир. Обожаю эту сцену с Ричардом. Очень люблю нынешний местный. Местную атмосферу. Местный антураж. И очень жалею о том, что не было подобной встречи с Салахадином. Я сказал встать, черт возьми! Че ты кричишь? Слушай! О, нет. Похоже, нас нашли твои дружки-ассасины. Что? Как ты это сделал, Дезмон? Послушайте, я не знаю, о чем вы говорите. Но что бы у вас ни случилось, я тут ни при чем. Они пришли за тобой. И я их не приглашал. Это уж точно. Я-то и подавно. Доложите ситуацию. Мы под обстрелом. Вы сдержите их? Или мне эвакуировать пленников? Пять или шесть. Мы превосходим их числом. Пара раненых, но мы продержимся. Возьмем все под контроль. Черт возьми, Дезмонд. Нельзя было просто уйти. Я говорю, что ни при чем. Как бы я связался с ними? Телепатией? Бросьте вы. Ладно. Скоро им всем придет конец. Вот, послушайте. Угроза нейтрализована. Кавалерия не придет на помощь. Не знаю, док. Минуту назад вы были перепуганы до смерти. Ваша лаборатория оказалась небезопасна? Боитесь, что они вернутся? Не думаю, Дезмонд. Люси хочет сказать, что возвращаться некому. Ассасинов больше нет. Последний год мы были очень заняты. Разыскивали ваше убежище, коммуны в пустыне и так далее. Боюсь, вы последний. Отдохните, мистер Майлз. Завтра мы закончим. Жестоко. Но правда. По всей видимости. Ну что, поговорим с тобой, Люси. Он ушел. Мне жаль, Дезмонд. Он говорил о пустыне. Ты не думаешь, что... Нет. Они послали туда отряд, но место уже было заброшено. Не знаю, где твои родители, не могу сказать, живы ли они. Но я думаю, что они сбежали. Спасибо. Спасибо, что узнала. Все не так плохо, как кажется. О чем ты говоришь? Они только что уничтожили, в буквальном смысле слова, мою единственную надежду выбраться. Ассасины перебиты и... Черт возьми, я не знаю, что задумали эти люди, но знаю, что когда они закончат, они меня убьют. Это конец. Что ты предлагаешь мне сделать? Не теряй веры. Ты. Верь. Отдохни, Дезмонд. Тебе понадобятся силы. Вон оно что. Подожди. Ты не устал? Есть, конечно, немного, но... У меня много работы. Ладно, так уж и быть. Пойдем спать. Похоже на то, что мы потихоньку приближаемся к концу. Но, естественно, к концу только первой части, ведь дальше нас ждет вторая, братство, откровение и третья. И опять эти знаки. На следующее утро. Раньше обычного, док. Я хочу закончить это поскорее. И опять по велительным наклонениям. Каждый носит оборудование. Не будьте таким мрачным, мистер Майлз. Сегодня исторический день. Его будут помнить много лет. Ну, кто-то из нас будет помнить. Это что за намек такой? Что за намек, говорю? Бляха-муха. Ладно. На этом и закончим, пожалуй, эту серию, друзья. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.